На самом деле, чтобы разобраться в этой проблеме про адювантную или спасительную терапию больных раком предстательной железы после радикальной простатоктомии, тут вот у меня на самом деле очень много вопросов. Я поэтому прошу меня за это простить. Поэтому у нас присутствуют такие замечательные эксперты, как Юль Васильевна Гуменецкая, как Сергей Николаевич Новиков, как Кирилл Михайлович Нюшко и Александр Михайлович. Я себя специально изобразил таким маленьким, потому что, еще раз говорю, для меня больше вопросов, чем ответов. Например, я для себя узнал, честно скажу, что адювантная терапия – это только тогда, когда после операции неопределяемый уровень ПИСЭЙ. То есть я вообще думал всегда, что это любая терапия, которая начинается после операционного периода. Оказывается, все совсем не так. То это тогда, когда ПИСЭЙ меньше. Вот только меньше чего? 0,1 или 0,2? Всегда я тоже думал, что 0,2. Тут я прочитал, что может быть даже и 0,1 – это тот уровень, который является минимальным. Понятно, что мы говорим о чем? Мы говорим об адювантной терапии у тех больных, у которых высокий риск рецидивирования заболеваний или прогрессии. То есть это ИСУ больше 2 плюс стадия ПТ3А или ИСУ больше 2 плюс стадия Т3Б. И опять-таки еще это больше риск прогрессии у этих больных. Или это наличие положительного края, потому что прогрессия у этих больных 50% в течение 5 лет. Или это наличие метастазов в лимфатические узлы, причем важно количество лимфатических узлов. Поэтому высчитывается вот это, например, плотность поражения лимфатических узлов. Но если есть, например, прорастание метастаза капсулы, то это еще больше увеличивает риск. Но на самом деле вот эти вопросы, они остаются пока за теми обсуждениями, которые требуют дальнейших исследований. На самом деле вот я попробовал сформулировать те вопросы, не знаю, насколько они правомочные, которые возникли у меня. Ну, во-первых, надо ли вообще проводить адъювантную лучевую терапию после радикальной простаты к томии? Если ее проводить, то проводить как монотерапию или как комбинацию с гормональной терапией? Надо ли проводить адъювантную гормональную терапию больным после радикальной простаты к томии? Или, может быть, не спешить с адъювантной гормональной терапией, с адъювантной лучевой терапией? Подождать. А когда вот начнет подрастать ПСА и мы будем говорить о рецидиве, то мы тогда будем проводить вот эту спасительную лучевую терапию? Вообще, надо ли проводить спасительную лучевую терапию после радикальной простаты к томии? Всем это больным или не всем? Проводить ли ее как монотерапию или в сочетании с гормональной терапией? Проводить ли спасительную гормональную терапию после радикальной простаты к томии? Опять-таки, проводить это как монотерапию или в комбинации с лучевой? Ну и вот на все эти вопросы, на самом деле, у нас есть замечательные эксперты, которые, как я думаю, на все эти вопросы и постараются нам, ну, во всяком случае, мне дать ответы. И первый у нас выступает Сергей Николаевич к вопросам об адювантной лучевой терапии. Если говорить, ну, была бы наша встреча года 2-3 назад, я бы показал, безусловно, вот этот ретроспективный огромный анализ, продемонстрировал бы, что адювантная лучевая терапия дает вот такой серьезный выигрыш и в безрецидивной выживаемости, и в безметастатической выживаемости. Но еще раз говорю, этот анализ, на самом деле, у него есть там много подводных камней, много недостатков и нюансов, тем более, что после этого появилось 3 проспективных рандомизированных исследования, которые дали совершенно противоположный ответ и сказали о том, что, в общем, в принципе, оснований для проведения адювантной лучевой терапии, наверное, не очень много. Единственное, только я хотел бы обратить ваше внимание, что во всех этих 3-х проспективных рандомизированных исследованиях группы, которые рандомизировались, они были очень благоприятны. Здесь, видите, практически нет глисона 8, почти что нет же мужчин с пораженными лимфоузлами и так далее, и тому подобное. То есть, если говорить о больных достаточно благоприятного прогноза, то, наверное, торопиться с адювантной лучевой терапией не стоит. Но вот что делать с другими пациентами, у которых более агрессивное заболевание, о которых сегодня, в частности, мы уже говорили чуть-чуть раньше, здесь вопросов гораздо больше. И посмотрите, действительно, если говорить о показателях выживаемости без биохимического рецидива, ну, у пациентов с глисоном 8-10 риск рецидива очень высокий. И, может быть, действительно, это группа больных, о которых можно задуматься о ранней лучевой терапии, потому что чем раньше мы начинаем лучевую терапию, тем более выраженный ее эффект. С другой стороны, конечно, стоит вопрос о том, а что же все-таки являются неблагоприятными патологическими признаками. То есть, на основании каких признаков мы можем думать о том, что все-таки адювантная терапия может быть, ну, если непредпочтительной, то может рассматриваться как адекватная опция. И если посмотреть вот этот очень большой анализ базы данных тоже, то, безусловно, они все, в общем, легко понимаемы. Это Т3Б стадия, высокий глисон, поражение лимфоузлов в первую очередь. И у таких больных действительно мы должны думать о том, что адювантная лучевая терапия, она может быть адекватной опцией, потому что если вы посмотрите показатели выживаемости в зависимости от различных подходов, то наблюдение и спасительная лучевая терапия у этих групп, еще раз подчеркиваю, это не рандомизированные кривые, это ретроспективный анализ. Но, тем не менее, в этой группе адювантная лучевая терапия, она дает более высокие показатели и биохимического контроля, и выживаемости, безметасатической выживаемости. Ну, это примерно та же самая ситуация, но это уже пациенты тоже с неблагоприятными факторами риска. И вы видите, чем больше неблагоприятных факторов риска, а они были следующими. Это глисон восьмерка и выше, более двух пораженных лимфоузлов, Т3Б, Т4, положительный край я бы тут так осторожно очень рассматривал, потому что это довольно частое явление, и оно нас редко толкает на адювантную лучевую терапию. Но вот первые четыре фактора, конечно, они очень серьезное внимание вызывают, и здесь проведение адювантной лучевой терапии без особого ожидания. Ну и вот сегодня уже мы упоминали и Бриганти. Вот это две работы Бриганти, одна и вторая, где они очень подробно, тоже ретроспективно анализировали результаты лечения довольно больших групп больных раком предстательной железы, и пришли к выводу, что у пациентов с пораженными лимфоузлами, если количество этих лимфоузлов больше единицы, у пациентов Т3Б стадии заболевания и Т4 заболевания, конечно, адювантная лучевая терапия является предпочтительной с точки зрения выживаемости без биохимического рецидива как минимум. Но эта группа, конечно, наверное, нуждается в дальнейшем исследовании и в дальнейших перспективных исследованиях. Второй вопрос, который всегда перед нами возникает, может быть, то есть нам понятно на сегодняшний день, что есть группа больных раком предстательной железы, эта группа, конечно, вероятнее всего, больных с наиболее агрессивным течением заболевания, когда раннее начало лучевой терапии, по сути дела, адювантное начало лучевой терапии, оно дает нам ощутимые преимущества с точки зрения контроля над заболеванием. Но и вот здесь остается вопрос только в том, как же все-таки с максимальной точностью идентифицировать эту группу больных. Понятно, что не хочется облучать всех прооперированных больных адювантно. У тех, у кого мы все-таки предполагаем, что лучевая терапия может увеличить показатели безрецидивной выживаемости. Но вот здесь могут помочь, и сейчас активно исследуются, и геномные всякие классификаторы, которые тоже разделяют группу высокого и низкого риска с точки зрения возможного дальнейшего рецидива. И они могут помочь в дальнейшем тоже в выборе больных, которым все-таки адювантная лучевая терапия будет предпочтительна. Еще очень важный момент. Мы не очень хорошо понимаем, когда надо начинать спасительную лучевую терапию. Классический показатель ПСА где-то в районе 0,5. Но если посмотреть на более современные данные, вы видите, с каждым повышением ПСА на 0,1, чем позже мы начинаем спасительную лучевую терапию, тем скромнее наши результаты с точки зрения биохимического контроля. И в этом смысле слова, конечно, тут очень важно не промахнуться. И особенно это важно с теми больными, кого мы не можем очень хорошо наблюдать. А таких пациентов у нас не так мало, потому что к нам приезжают люди из регионов, которые не готовы и не могут регулярно сдавать простатспецифический антиген, хотя бы как способ мониторирования. И, конечно, у таких пациентов тоже можно задуматься об адювантном лечении, потому что мы просто понимаем, что мы можем не поймать тот момент, когда надо начинать спасительную лучевую терапию. Ну и мы в этой ситуации, если у нас возникают перед нами такие дилеммы, мы проводим стереотоксическую лучевую терапию анювантную на ложе опухоли. Это всего 5 дней лечения, это очень быстро, достаточно приличный функциональный результат. Сейчас мы надеемся проанализировать, у нас уже несколько десятков таких больных есть. И, возможно, это тоже для этих пациентов довольно любопытная опция, которая одновременно объяснит мои решения по тактике лечения больных. Дело в том, что у нас в институте довольно, ну, то есть мы очень активно взаимодействуем с урологами, но потоки больных, которые приходят на лучевую терапию, на хирургическое лечение, они достаточно самостоятельные, и поэтому они схожи по своим характеристикам, но могут отличаться по результатам. Это исследование, это не рандомизированное исследование, мы просто ретроспективно, случайным образом так получилось. Мы провели исследование, где мы сравнивали эффективность различных вариантов подведения буста с помощью брахитерапии или с помощью стереотоксической лучевой терапии, а наши урологи одновременно проводили перспективные исследования, где они сравнивали различные комбинации хирургического лечения с системной терапией. Это была неадювантная химиогормонотерапия, это была гормонотерапия безадювантного лечения. Когда мы случайным образом сравнили, справа это результаты диссертационного исследования Натальи Николаевны Буевич, где пятилетняя выживаемость безрецидивная после хирургического лечения с различными комбинациями с системным лечением была 41-44%, а слева это результаты, которые мы получили при использовании гормонотерапии в сочетании с сочетанной лучевой терапией, облучение тазовых лимфоузлов и буст на предстательную железу. Вы видите, пятилетняя безрецидивная выживаемость составила 66-67%, причем группы, ну по крайней мере на первый взгляд, они абсолютно сопоставимы. Мы сейчас будем проводить такой достаточно подробный статистический анализ, чтобы убедиться, что они действительно сопоставимы. Но разница в 20% на разницу в безрецидивной выживаемости, это, конечно, очень серьезный аргумент, и мне бы хотелось сказать, что, наверное, может быть у этих больных вообще думать о том, нужно ли их оперировать. Спасибо большое. Спасибо большое, Сергей Николаевич, спасибо большое. Я попрошу Юлию Васильевну, я только вот для себя не очень понимаю, Юлия Васильевна, вы должны возражать, Сергей Николаевич, у нас как-то стоит или одевантное, или спасительное, ну или там вот Борис Яковлевич поставил, или, я теперь мучаюсь с этим все время, или вы не должны возражать, а должны согласиться тем, что есть больные, которым, наверное, мы должны проводить одевантную терапию, или мы должны подождать все-таки. Вот как правильно-то? Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Ну, Сергей Николаевич, я хочу только поблагодарить за великолепное, как обычно, сообщение. Я не буду возражать ему, потому что я его очень уважаю как хорошего профессионала. Я, дорогие коллеги, представлю свою точку зрения по данному поводу для того, чтобы каждый из нас сформировал свое мнение. Я думаю, что это будет более честно по отношению, так скажем. Есть больные, которым можно проводить одевантную терапию, есть больные, у которых можно подождать спасительной лечевой терапии. И на самом деле, ну, профессионалы, они не стесняются советоваться друг с другом, потому что бывают разные совершенно ситуации. Поэтому я не буду возражать, я просто расскажу, что я думаю по этому поводу, если вы не против. Итак, уважаемые коллеги, на протяжении уже очень многих лет у нас продолжается довольно активная дискуссия в отношении того, когда все-таки нужно проводить лучевую терапию после операции. И мы с вами прекрасно знаем, что на самом деле существует несколько сценариев проведения отсроченного лучевого лечения, но в классическом определении спасительной лучевой терапии все-таки мы говорим о ней тогда, когда нам необходимо проводить послеоперационную лучевую терапию по поводу биохимического рецидива заболевания. Это то, что касается определения истинно спасительной лучевой терапии в соответствии того определения, которое было принято несколько лет назад. Кроме того, в соответствии с современными рекомендациями НССН, как вы знаете, еще одним показанием для проведения спасительной лучевой терапии является постоянно определяемый уровень простатспецифического антигена после операции. Так что же лучше, адювантная немедленная или отсроченная спасительная? Я предлагаю вам разобраться в этом вместе со мной. Итак, сторонники, как правило, адювантного лечения ссылаются на результаты довольно крупных рандомизированных исследований, о которых, кстати, упомянула Сергей Николаевич, и мы все о них знаем. Эти исследования были проведены довольно давно и включали большое количество больных. Эти исследования показали, безусловно, великолепные результаты, улучшение безрецидивной выживаемости пациентов, особенно у пациентов, которые после операции имели положительный хирургический край. Но детальный анализ этих исследований определил ряд факторов, которые несколько нивелируют эти великолепные результаты. Я имею в виду некоторые критерии включения пациентов в группу адювантного лечения, величину суммарной очаговой дозы, которая была реализована у абсолютного большинства больных и которая в настоящее время для нас является неприемлемой в качестве адювантной лучевой терапии. И, кроме того, еще один фактор, который смущает в интерпретации результатов, это то, что в группах наблюдения при возникновении рецидива реализованы самые разные виды лечения. Но к нашему глубокому удовлетворению совсем недавно были опубликованы результаты современных проспективных рандомизированных исследований. Они перед вами и которые включили, и уже даже опубликован предварительно запланированный их метаанализ, который представлен внизу. Итак, эти исследования включали более 2000 пациентов. И посмотрите, при адекватных критериях включения пациентов в группы исследования, а также при адекватно проведенных вариантах лечения анализ результатов более 2000 пациентов при медиане наблюдения от 4,5 до 6 лет свидетельствовал о том, что получены практически идентичные результаты пятилетней по меньшей мере без рецидивной выживаемости как после адювантной, так и после спасительной лучевой терапии. Я подчеркну, что это результаты современных проспективных рандомизированных исследований, которые были опубликованы менее двух лет назад. Таким образом, я считаю, что до настоящего времени убедительных данных о том, что адювантная лучевая терапия на самом деле улучшает результаты лечения, пока нет. Но я предлагаю разобраться еще с одной проблемой. Я даже знаю, почему об этом не сказал Сергей Николаевич, потому что он тоже знает, что это проблема, которая имеет место быть. Мы с вами знаем, что еще одним критерием эффективности лечения онкологического больного наряду с выживаемостью, о которой мы говорим всегда, является еще и качество жизни. Это проблема, которую нужно обсуждать, но к которой нужно относиться спокойно, так как лучевая терапия – это один из многих методов лечения, который может сопровождаться развитием осложнений. Но давайте попробуем разобраться, что происходит в отношении адювантной спасительной лучевой терапии. Итак, это те исследования, ранние исследования, которые показали преимущество проведения адювантного лечения. Обратите, пожалуйста, внимание. Авторы, не скрывая, говорят о том, что в группе адювантного лечения было значимо чаще диагностированы поздние лучевые осложнения второй и третьей степени тяжести. Это не говоря уже о том, что части пациентов пришлось прервать это лечение адювантное из-за развития тяжелой, острой токсичности. Мы с вами можем подумать о том, что эти исследования проведены давно, и, может быть, это связано с тем, что большинство больных проводили простые технологии облучения. Я имею в виду конвенциональную лучевую терапию. Но это не совсем так. Если мы вернемся к более современным исследованиям, я попробовала выделять эти цифры и обратим внимание на частоту развития осложнений поздних лечения, то, опять-таки, обратите внимание, значимое увеличение числа поздних осложнений, градации 2 и выше, то есть это осложнения, которые требуют последующего лечения, уважаемые коллеги, в той группе, где проводилась адювантная лучевая терапия. Ну а такие неприятные состояния, как вы знаете, как недержание мочи, эрексильная дисфункция и структура уретры, значимо чаще наблюдалось в группе адювантной лучевой терапии. Мне показалось интересным также представить результаты исследования, которые относительно недавно были опубликованы. Тоже была проанализирована довольно большая когорта пациентов после радикальной простатоктомии. И части из них, это третья колонка слева, была проведена дополнительно адювантная лучевая терапия, но и еще части больных спасительная лучевая терапия по поводу биохимического рецидива. Что же обнаружили авторы? Авторы обнаружили, что такие функции, как восстановление удержания мочи, восстановление эректильной функции, значимо хуже в группе пациентов, которым проводится адювантное лечение. Тем более, что авторы сообщают, что чем меньше срок между операцией и лучевой терапией, тем хуже происходит восстановление пациента. И все эти, так скажем, показатели имеют статистическую значимость. И, на мой взгляд, это очень важно. Мы никогда не должны об этом забывать. Таким образом, на сегодняшний день данных о том, что адювантное лечение улучшает выживаемость, у нас нет, но в то же время результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что качество жизни наших пациентов после лучевой терапии может страдать вследствие увеличения числа развития осложнений. Давайте зададимся вопросом, а как часто нам нужно проводить спасительную лучевую терапию? Вот посмотрите, это опять-таки современные исследования. Я выделила эту колонку выполнения спасительной лучевой терапии. Средняя 33%, внизу 54%, 50%. Да, что это значит? Это значит, что спасительную лучевую терапию мы выполнили половине пациентов. Что это еще значит? Это значит, что второй половине больных мы не выполняли того лечения, которое могло нанести им некоторые негативные последствия, которые бы пришлось лечить. Не так ли? Я думаю, что так. И, наконец, последнее. В настоящее время мы обладаем замечательной возможностью диагностировать рецидивы заболевания после простатоктомии с помощью позитронно-эмиссионной томографии с использованием высокоэффективных радиофармпрепаратов, особенно на основе ПСМА. Мы сегодня говорили уже об этом. И в любом случае, вот я обратила внимание, есть уже довольно крупные работы на большой когорте больных, проанализирована информативность данного метода исследования. И обратите внимание, выделено цветом, что положительные результаты ПЭТ-КТ могут получены, быть уже при уровне ПСА 0,2 нанограмм на миллилитр в 43% случаев. С повышением уровня ПСА этот положительный результат может улучшаться. На мой взгляд, это очень важно. Почему? Потому что иногда, и вы об этом знаете, рецидивы могут наблюдаться в самых неожиданных местах, которые бы не входили в стандартные объемы облучения. Что это значит? Если нам повезло увидеть такой рецидив, мы, с одной стороны, можем вообще изменить стратегию лечения, а с другой стороны, по меньшей мере, мы можем изменить план лучевой терапии, так скажем, его персонализировать для того, чтобы повышенную дозу излучения подвести непосредственно к рецидиву с целью его полной ликвидации. Таким образом, уважаемые коллеги, принимая решение о целесообразности необходимости проведения послеоперационной лучевой терапии, я сознательно говорю, не делю на одевантную и спасительную, мы должны с вами понимать, что наше решение должно быть взвешенным, обдуманным и обоснованным. И, конечно же, совместным. Прежде всего, я думаю, совместным с пациентом, потому что мы должны учитывать еще и его желание, должны с ним разговаривать для того, чтобы объяснить, что ждет нашего пациента. Но на сегодняшний день, я думаю, что у отсроченной лучевой терапии, если мы имеем такую возможность ее проводить, целый ряд преимуществ. Благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Спасибо, Юлия Васильевна. И все-таки у нас два таких замечательных специалиста по лучевой терапии. И правильно ли я, опять как уролог, услышал, что мы пока с адювантной лучевой терапией, мы говорим о больных с высоким очень риском, мы говорим о том, что, конечно, мы не говорим о больных каких-то с низким риском прогрессии, ну а больных наиболее таких, скажем, серьезных с точки зрения прогрессии. Правильно ли мы пока с адювантной лучевой терапией, посерадикальной простатой ктомии, даже при наличии вот этих всяких рисков прогрессии, мы пока не спешим. У нас нет пока тех критериев, которые бы во всех случаях нам могли бы сказать, да, этому больному надо обязательно проводить лучевую терапию. Вы совершенно правы. Я думаю, что на сегодняшний день мы не имеем права применять адювантную лучевую терапию рутинно у всех больных, которые имеют вот эти неблагоприятные патологические признаки. Ни в коем случае. Есть те больные, которым мы проводим адювантное лечение. Они есть, они никуда не денутся, но не всем подряд. Спасибо большое. Спасибо, Юлия Васильевна. Добрый день, уважаемый президент, уважаемые коллеги. Андрей Зинович задал высокую планку и пытается получить ответы на те вопросы, которых нет, наверное, еще в мире. Но, тем не менее, я с удовольствием попытаюсь помочь разобраться в этом сложном вопросе. И перейдем к адювантной гормональной терапии у больных раком предстательной железы. Собственно говоря, как вы понимаете, адювантная гормональная терапия, она может быть как после радикальной простатоктомии, так и после лучевой терапии. Но если с лучевой терапией на сегодняшний день все достаточно понятно и ясно, у нас были опубликованы в журналах исследования, в частности исследования ЮРТСИ проведенные, которые четко показывают нам, что в случае больных высокого и промежуточного, особенно высокого риска адювантной гормональной терапии обязательно по порядке показано. И это улучшает цифры как и безметистатической выживаемости, так и общей выживаемости. И более того, для высокого риска именно важна длительность гормональной терапии, то есть 2-3 года во время лучевой терапии и после лучевой терапии она должна проводиться. И, собственно говоря, на этом основаны и рекомендации, которые есть на сегодняшний день Европейской ассоциации урологов, которые показывают, что при уровне доказательности 1А, 1Б, то есть это наиболее высокий, сильный уровень доказательности, мы говорим о том, что при низком риске просто лучевая терапия по радикальной программе, при промежуточном риске это 4-6 месяцев, соответственно, адювантной гормональной терапии и, соответственно, при высоком риске 2-3 года адювантной гормональной терапии. То как раз вот те вопросы, о которых Зинарий Зинович озвучил, они больше касаются, безусловно, вопроса, что делать с гормональной терапией, с адювантной после выполнения радикальной простатоктомии. И если в рекомендациях, опять же, Европейской ассоциации урологов, в случае, если мы получаем ПН0, также у нас сильный уровень доказательности 1А, 1Б, что соответствует нам, не следует назначать гормональную терапию, то как раз вот в случае, если мы получаем Н1, Н1, а в классификации у нас на сегодняшний день по-прежнему для ракопредставительной железы звучит, что ПН1 не различается по количеству пораженных лимфоузлов. Любое Н1, это может быть и один-единственный пораженный лимфоузел, и множество пораженных лимфоузлов, это все будет Н1. Так вот, для всех этих пациентов возможно предложить вот эти НЕС-3 варианта последующего лечения. Либо это будет адюантная антроген-депривационная терапия, либо это будет наблюдение в том случае, если будет менее двух пораженных лимфоузлов, два и менее пораженных лимфоузлов, либо это комбинация дистанционной лучевой терапии, соответственно, адюантной, в комбинации с гормональной терапией, то есть антроген-депривационной терапией. Ну и вы видите, что уровень доказательности здесь в этих рекомендациях низкий, и мы выбираем, собственно говоря, что нам делать и что предлагать. Конечно, мы помним все, что одно из первых рандомизированных исследований, на которые долго все основывалось, это исследование протокола, так называемый протокол ЭКОК, исследование Мессинга, 10-летний результат которого были доложены в 2006 году, который демонстрирует, что немедленная гормональная терапия у больных при поражении лимфоузлов достоверно лучше по сравнению с наблюдением. Но мы понимаем, что это исследование было, в общем-то, проведено в так называемую эру до ПСА, когда у нас не было маркера. И, в общем-то, пациенты, которым началась группа наблюдений, которым в последующем назначалась гормональная терапия, они уже, в общем-то, были, это была не просто, наверное, спасительная, а очень спасительная гормональная поскольку там уже были и костные метастазы, и достаточно крупные лимфоузлы, то есть больные были явно распространённым раком предстательной железы. И здесь из этого исследования, может быть, имеет смысл сделать только тот вывод, что если мы получаем большое количество поражённых лимфоузлов на сегодняшний день после радикальной простатоктомии, и замечу ещё раз расширенной, хорошей, тщательно расширенной лимфоаноктомии, мы получаем большое количество поражённых лимфоузлов, то, конечно, в этом случае, опять же ориентируясь в том числе на это исследование, имеет смысл назначить как раз раннюю андроген-депривационную терапию. Не надо ждать, можно даже не ждать уровня ПСА, там через месяц-полтора после операции, скорее всего, он будет не менее выше, чем 0,2, то есть он не упадёт до нулевых значений, скорее всего, он будет так называемый резидуальный. И в этом случае, повторяю, назначить раннюю гормональную терапию. В то же время есть много факторов, с одной стороны, на которые мы можем ориентироваться, поскольку для представительной железы много факторов прогноза, на мой взгляд. Но на данный момент, собственно говоря, после, опять же, простатоктомии с расширенной лимфоаноктомией, мы в большей степени будем ориентироваться на количество поражённых позитивных лимфоузлов по данным патоморфологического исследования. И вы видите, что, собственно говоря, по данным работы уважаемых авторов, количество лимфоузлов, причём большинство авторов даёт, что до двух лимфоузлов, то есть поражение одного-двух лимфоузлов, влияние на опухольспецифическую выживаемость незначительное, и прогноз этих больных достаточно благоприятный. А вот если уже более двух поражённых лимфоузлов, здесь прогноз этих пациентов достоверно хуже. Более того, сегодня Борис Яковлевич в своём докладе, как что нового в 2022 году, показал, что чем больше удаляется лимфоузлов во время радикальной простатоктомии, тем это может влиять на результаты лечения. Ну и, собственно говоря, авторы и в одном исследовании, вот мой дорогой друг Кирилл Михайлович Нюшко показал, что не просто на количество лимфоузлов нужно ориентироваться, но можно ориентироваться и на плотность лимфоузлов. Причём, чем больше удалено лимфоузлов, тем, соответственно, ниже вот это значение плотности поражённых лимфоузлов можно учитывать. Что, опять же, следует из этого слайда? Плюс есть исследования, мы знаем, ретроспективные, которые показывают, что, опять же, один-два лимфоузла никак не в плане достаточно имеют хороший прогноз, поэтому можно говорить о том, что пациенты с поражением одного-двух лимфоузлов при расширении лимфоанэнктомии могут оставаться под наблюдением без какого-либо лечения. Казалось бы, когда я сделал этот слайд, я подумал, что достаточно легкомысленно ориентироваться в плане выбора какой-то адъюантного лечения, ориентируясь только на количество поражённых лимфоузлов. Как я уже сказал, достаточно много факторов прогноза. Это и стадия Т3-Т4, неблагоприятный прогноз этих пациентов, это и глисон 8-10, глисон и положительный край. Но как, собственно говоря, если, опять же, проанализировать, и авторы это анализируют, что, собственно говоря, это же тоже взаимосвязано. Чем больше количество поражённых лимфоузлов, тем выше вероятность наличия как раз вот этих неблагоприятных факторов прогноза. То есть вы видите, что достоверно отмечено в работе эбриганте, что при поражении более двух лимфоузлов чаще встречается и стадия Т3-Т4, и более высокая сумма глисона, и, соответственно, частота положительного края. То есть если мы как-то расставили приоритеты, с одной стороны, что при одном-двух поражённых лимфоузлах ничего мы не делаем и наблюдаем, и если большой объём поражения лимфоузлов, тогда мы назначаем раннюю адюантную гормональную терапию, то как раз мы переходим к вопросу, а что же делать, допустим, при поражении 1-2 лимфоузла, и вот эти, которые будут сочетаться с этими неблагоприятными факторами прогноза. То есть мы получаем ПТ-3Б, глисон-8 и 1-2 лимфоузла. Ну и, собственно говоря, к моему счастью, помимо всех исследований, которые были опубликованы до этого, на ЭСМУ в этом году опубликованы результаты вот этого рандомизированного проспективного исследования, это ветвь радикалс гормональной депривации из исследования радикалс, проспективное рандомизированное исследование, которое включило несколько тысяч пациентов, и задачами этого исследования являлось оценить эффект добавления гормональной терапии к послеоперационной кадювантной лучевой терапии, оценить влияние на безмецэстатическую выживаемость и сравнить продолжительность короткой андрогенотепрессионной терапии, 6-месячной и 24-месячной андрогенотепрессионной терапии у этих пациентов. Хотя я сразу скажу, я поддерживаю Сергея Николаевича и Юрия Васильевна в стремлении назначать именно спасительную лучевую терапию для этих пациентов. Но, тем не менее, вот такое исследование, обратите внимание на характеристики пациентов, причем сразу скажу, что там было, скажем так, две рандомизации, рандомизация между терапией просто чисто дистанционной лучевой терапией без добавления гормонов с коротким и против дистанционной терапией лучевая в комбинации с коротким курсом гормональной терапии 6-месячной. Видите, ПСА на момент рандомизации в среднем 0,2, начиная от 0,1 до 0,4. И, безусловно, это связано с тем, что в это исследование включали пациентов с адювантным лечением, так и с ранним спасительным. Обратите внимание на последнюю строчку. То есть чуть более 200 пациентов на адювантной терапии, а более 500 пациентов на ранней спасительной дистанционной лучевой терапии. Но, тем не менее, я бы считал возможным привести это исследование, потому что, на мой взгляд, это немногим отличается, и мы можем экстраполировать результаты даже ранней спасительной дистанционной лучевой терапии в комбинации с гормональной терапией, как рассматривать как вариант адювантного лечения. Конечно, большее количество пациентов в этой исследовании оказалось 7 и менее, и не так много пациентов с высоким значением по шкале глисон, но с другой стороны достаточно большое количество пациентов с положительным хирургическим краем. Это вот одна рандомизация. И также разбили пациентов, это дополнительно набиралось, набирались по 700 мыслишних пациентов в каждую из групп, где было 6 месяцев и 24 месяца. В принципе, аналогические характеристики пациента абсолютно сопоставимы по этим характеристикам, но, правда, чуть большее уже количество адювантной дистанционной лучевой терапии, чуть меньшее количество ранней спасительной. И что же получилось? Оказалось, что различий без метастатической выживаемости в группах монотерапии, дистанционной лучевой терапии адювантной и лучевой терапии с коротким курсом гормональной терапии выявлено не было. То есть добавление короткого курса гормональной терапии 6-месячного не даёт никакого выигрыша в плане без метастатической выживаемости. Однако, вот в следующем подгруппе отмечено, что было достоверное преимущество без метастатической выживаемости при назначении длительной курса адювантной гормональной терапии, когда он добавлялся, соответственно, к лучевой терапии. В то же время, когда посмотрели на общую выживаемость, оказалось, что различий в общей выживаемости ни в одной из подгрупп не получено. То есть добавление адювантной гормональной терапии к адювантной и лучевой терапии никакого влияния на общую выживаемость у этих пациентов не оказало. Да, мы помним, что у нас есть исследования по распространённому неметастатическому констрационно-авистентному раку, когда больные, задержка появления метастазов тоже достаточно значимо влияет на судьбу этих пациентов и по качеству жизни, и по продолжительности. Но здесь представлены десятилетние результаты, то есть выигрыш, незначительный выигрыш в десятилетних результатах без метастатической выживаемости. То есть будет ли это реализовано в отношении общего, ну в общей выживаемости вы видите, что нет различий, будет ли в дальнейшем, приведёт ли это к успеху при дальнейшем продолжении наблюдения, вот влияние какого-то окажет ли на общую выживаемость, ну для меня достаточно сомнительно, поскольку средний возраст больных, которые в этом исследовании 66 лет, и соответственно, ну через 10 лет будет уже ближе, пациенты будут ближе к 80, и пациенты будут умирать скорее всего от других причин, чем от рака предстательной железы. Успеет ли оказать вот это добавление адюантной гормональной терапии к адюантной лучевой терапии, ну для меня большой вопрос. Тем не менее, на сегодняшний день это уже рекомендации Европейской Ассоциации в какой-то степени, ну в общем-то, немножко я их подкорректировал, исходя из тех исследований, опять же из тех рекомендаций, с которыми вновь знакомый, ещё раз изучал при подготовке к этому докладу, что нам имеет смысл предлагать наблюдение, как я уже сказал, пациента после расширенной лимфоденоктомии, в том случае, если мы получаем 2 и менее поражённых лимфоузлов и ПСА менее 0,1 нанограмм на миллилитр, то есть мы получаем нулевые значения ПСА и не более чем 2 поражённых лимфоузла. В том случае, когда более 2 поражённых лимфоузлов, чем больше количество поражённых лимфоузлов, тем больше повода назначить раннюю адюантную гормональную терапию. Ну и, собственно говоря, рассмотреть целесообразность назначения комбинации адъюентной адроген-депривационной терапии с лучевой терапией пациентам с более чем, вернее, с одним-двумя поражёнными лимфоузлами и с вот этими неблагоприятными характеристиками АИСУП-3,5, ПТ-3,Б, ПТ-4, положительный или положительный хирургический край. Ну и надо ещё добавить, конечно, что когда мы получаем большое количество поражённых лимфоузлов, на мой взгляд, и вот эти, как правило, это сопровождается вот этими неблагоприятными характеристиками, на мой взгляд, смысл проводить лучевую терапию на ложе предстательной железы или даже на весь таз, ну, скажем так, он крайне сомнительный, потому что, скорее всего, при этих неблагоприятных характеристиках и при большом поражении лимфатического коллега, вероятнее всего, эти больные спрогрессируют, у них будут появиться отдалённые метастазы, они будут прогрессировать за счёт отдалённого метастазирования, не за счёт местного рецидива. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Александр Михайлович. Спасибо. Ну, и у нас остался заключительный доклад Кирилла Михайловича Нюшко о спасительной гормональной терапии. Пожалуйста, Кирилл Михайлович. Спасибо, глубоко уважаемый Андрей Зиномич, глубоко уважаемый президиум, коллеги. Ну, всегда сложно выступать за пять минут до начала сессии и, конечно, донести всю необходимую информацию до аудитории, но я постараюсь. Вот, коллеги, единственное исследование, которое по теме Александр Михайлович показал нам, как демонстрирующее однозначную пользу немедленной адюантной гормональной терапии у больных после хирургического лечения, Александр Михайлович. А вы все как-то нас дальше склоняли к проведению немедленной гормональной терапии, после лучевой терапии. Но здесь действительно Мессинг показал неоспоримые преимущества АДТ в пользу преимуществ, прежде всего, общей выживаемости у больных, которые имели метастазы в лимфоузлах. Но вы тоже уже говорили об этом, уважаемый Алексей Михайлович, о недостатках этого исследования. Безусловно, это очень старый протокол, хоть и рандомизированные исследования, но, обратите внимание, это работа у больных, которым не выполнялась расширенная лимфоденоктомия. Это надо четко понимать. И, как правило, в исследования включались больные, уже имеющие по факту большой объем метастатического поражения. Александр Михайлович прекрасно об этом сказал. Очень ограниченная серия наблюдений. 98 больных. Разве это действительно большая серия наблюдений для такого крупного исследования? И именно этим исследованием мы руководствуемся в своей клинической практике для назначения немедленной адювантной гормональной терапии. Кроме того, безусловно, в этом исследовании производилась стратификация по группам риска. И всех больных с метастазами в лимфоузлах, так скажем, стригли под одну гребенку, не дифференцируя эту очень разнородную популяцию пациентов. В чем же преимущество срочной гормональной терапии, подчеркну, у тщательно отобранных пациентов? Безусловно, это возможность отложить АДТ и снизить риски побочных эффектов терапии. Кроме того, биохимический рецидив заболевания не у всех больных ассоциирован с клиническим прогрессированием заболевания. И Борис Яковлевич прекрасно говорил на примере клинического случая номер 4 до нашей секции о том, что возможен и существует доброкачественный рецидив после простатоктомии. Безусловно, это гетерогенность популяции больных с лимфогенными метастазами. Кроме того, это преимущество отложить развитие кастрационно-рефрактерной болезни, откладывая назначение АДТ. И, безусловно, возможность тщательной диагностики с использованием очень точных методов, в частности ПЭТ, КТ, СПСМА. И обсуждение вопроса о возможном проведении метастазно-направленной терапии. Ну и вот то самое исследование, о котором уже говорил Борис Яковлевич о том, когда рассказывал о возможности активного наблюдения у больных с биохимическим рецидивом. Коллеги, обратите внимание, действительно есть когорта больных, у которых рост ПЭСА не ассоциирован с прогрессией рака простаты. И это, как правило, медленное биохимическое прогрессирование, когда мы видим время удвоения ПЭСА более 20 месяцев. И обратите внимание, 50% этих больных не имели никаких летальных исходов от прогрессии рака простаты за весь период наблюдения. Период наблюдения более 7 лет. На мой взгляд, это очень важно. Конечно же, пациенты, у которых мы определяем уровень ПЭСА и диагностируем биохимический рецидив на основании еще одного исследования, очень гетерогенны. И тут важны сроки выявления этого самого биохимического рецидива. Как правило, результаты лечения и результаты наблюдения лучше у больных, которых мы выявляем поздний рост ПЭСА. И, конечно же, те больные, у которых мы выявляем раннее повышение ПЭСА, то есть менее чем 6 месяцев после проведенного хирургического лечения, естественно, они нуждаются в каком-то немедленном одевантном лечении. Кроме того, очень гетерогенная популяция с биохимическим рецидивом этих больных. И для каждых когорт пациентов мы должны дифференцировать дискриминационные значения уровня ПЭСА для трактовки биохимического рецидива. Вы видите, что для больных, у которых нет метастазов в лимфоузлах, действительно мы можем апеллировать данными 0,2 нг на мл. Но если есть метастазы в лимфоузлах, мы должны дискриминационный уровень для трактовки биохимического рецидива существенно снижать. Это до уровня 0,1 нг на мл, и, естественно, это исследование демонстрирует большую результативность этих данных. Мне очень нравится всегда демонстрировать вот это исследование, которое провел Карим Туджер с авторами, которое говорит нам о том, что часть больных с наличием метастазов в лимфоузлах может быть оставлена под динамическим наблюдением. Обратите внимание, при подгрупповом анализе, при дополнительной стратификации популяции больных в зависимости от количества метастазов в лимфоузлах, мы видим, что больные с наличием одного или двух метастазов могут быть оставлены под динамическим наблюдением. И об этом также говорил нам Александр Михайлович, хотя он должен был защищать и трактовать нам необходимость немедленной гормональной терапии. Здесь вы видите, больные с двумя метастазами могут быть оставлены под динамическим наблюдением. И опять-таки наши данные, обратите внимание, синяя кривая, больные без метастазов в лимфоузлах, это те больные, которые не получали немедленной одевантной гормональной терапии. И те больные с наличием одного или двух метастазов, выживаемость этих больных, ПСА-безрецидивная выживаемость, фактически идентична. И именно эти больные могут быть оставлены под динамическим наблюдением. Что делать с когортой больных, у которых три и больше метастазов в лимфоузлах? Конечно же, это те больные, которым нужно немедленно назначать одевантную гормональную терапию. Еще один наш анализ, который был проведен в нашей клинике, это уровень метастатического поражения лимфоколлекторов. И как вы видите, те когорты больных, у которых мы выявляем так называемые высокие метастазы в тазовых лимфоузлах, а именно при сакральных или общих подвздошных, именно они обладают худшим прогнозом по выживаемости. И именно они, на наш взгляд, нуждаются в том числе в назначении немедленной одевантной гормональной терапии. Всем остальным больным при наличии благоприятных факторов прогноза может быть предложено отсроченное или спасительное лечение. Вопрос сальважных лимфоденоктомий, сальважной хирургии стоит достаточно актуально. И вы видите, что цель как раз-таки сальважной метастазонаправленной хирургии заключается во срочке назначения одевантной немедленной гормональной терапии после операции и увеличении периода до развития рефракторной болезни. Как вы видите, опять-таки на основании обзора наших данных, я не привожу обзор литературы за просто неимением возможности по времени это сделать, 58 больных имели хороший эффект без назначения одевантного лечения, около 30% больных имели полную ремиссию на протяжении более года после хирургии без назначения одевантной немедленной гормональной терапии. И, конечно же, факторы прогноза, которые мы должны учитывать у этих больных, это локализация метастазов, возможно наблюдение только при тазовых метастазах, количество метастазов не более двух, это опять-таки очень важный фактор прогноза. И вот наиболее важное значение после сальважной хирургии имел уровень ПСА через месяц после операции. Как вы видите, если мы достигаем полного ответа с редукцией маркера менее 0,2, этих больных можно наблюдать. Таким образом, кому мы можем предложить спасительную андроген-депривационную терапию, то есть отсроченное лечение в случае выявления биохимического прогрессирования. Безусловно, при первичном лечении больных, это хирургия в виде радикальной простатоктомии и честно выполненной, как уже сказал Александр Михайлович, прекрасные слова, честно выполненной расширенной лимфоденоктомии, это больные с малой плотностью метастазов, менее 15%, при наличии менее двух метастазов в лимфоузлах, при отсутствии экстракапсулярной экстензии опухоли за пределы капсулы лимфоузлов и при отсутствии так называемых высоких метастазов, при локализующихся в пресакральных и общих подвздошных лимфоколлекторах. При проведении метастазнаправленной сальважной хирургии возможно отсроченное гормональное лечение при тазовой локализации метастазов, при условии выполнения параортальной лимфоденоктомии, если вы удалили параортальные лимфоузлы и не выявили там метастазов, этих больных можно наблюдать, опять-таки, менее двух метастазов и уровень ПСА через месяц после операции менее 0,2. Коллеги, я благодарю вас за ваше внимание. Спасибо большое, Кирилл Михайлович. Дорогие коллеги, ну мы, наверное, закончим нашу сессию. Я хочу поблагодарить Юлию Васильевну Гуменецкую, Сергея Николаевича Новикова, Александра Михайловича Попова и Кирилла Михайловича Нюшко. Для меня многие вещи стали более понятными, хотя, наверное, я думаю, наверное, что мы все равно будем, может быть, двигаться к, ну, может быть, даже и к той же адювантной лучевой терапии, если у нас будут, может быть, более точные, с одной стороны, возможности для предсказания риска, может быть, те же молекулярно-генетические возможности, да, тот же Децифер, когда мы сможем, может быть, говорить о том, что, да, вот эта вот ситуация, лучше ее задушить сразу, опять-таки, я думаю, что здесь, может быть, вот то, о чем говорила Юлия Васильевна, безусловно, может быть, нужны какие-то методологии, которые бы уменьшили количество осложнений и, соответственно, лучевой терапии, может быть, это та же самая стереотоксическое лучевое воздействие на ложе, о чем говорил Сергей Николаевич, но по тому, как я опять-таки услышал сейчас и, как Вы, я надеюсь, услышали, что больные, у которых нет метастатического, мы говорим о больных высокого риска прогрессии, тем, которым, может быть, нужна или нужна адювантная лучевая или адювантная гормональная терапия, адювантная гормональная, адювантная лучевая терапия больным, в данном случае мы говорим о том, что не нужна адювантная гормональная терапия, если у них нет поражения лимфатических узлов, а мы тоже как бы с этим не спешим, если мы говорим о поражении лимфатических узлов меньше двух, то можно подождать, можно назначить, я так понимаю, вариант или гормональную, или комбинацию с лучевой терапией. Если это больше трех лимфатических узлов, то здесь нам уже не остается никакого выбора, мы должны этих больных лечить и лучевым воздействием, и гормональной терапией. Я правильно разобрался? Или не очень? Небольшое замечание, не знаю еще. Два лимфоузла при условии удаления более 20 лимфоузлов. Потому что бывает, что удалят 5 лимфоузлов, один лимфоузел найдут и говорят, вот, все хорошо. Так нельзя делать. Спасибо большое, Кирилл Михайлович. Дорогие друзья, еще раз спасибо большое.